Здравствуйте, уважаемые едоки! Я Шукенце. Сегодня на видео я попробую чипсы, которые называются Бруто. И написано Бруто, это круто, это типа их такой слоган. Что это за чипсы? Чипсы очень уникальные, потому что такие чипсы я видела только в Сочи. Это производство Ростов-на-Дону. Сделано город Аксакай. Можете почитать и так далее, написано 100% ингредиенты. Все вроде бы классненько и даже упаковка, видите, их упаковка сделана под бумажный пакет. Внутри есть пластиковый пакет, мы сейчас его достанем. Но сверху такой бумажный, и это как-то очень натурально, натуралистично. И кажется, что эти чипсы сразу прям органик. Сначала скажу их цену, они стоят 100 с чем-то рублей за 150 грамм. Золотая картошка, буквально таки, представляете? Что меня немного напрягает сразу, когда я читаю состав, написано. Картофель, масло растительное, соль. Когда пишут масло растительное, это означает, что это не подсолнечное масло. То есть, там, может быть, пальмовое или любое другое. Когда обычно пишут растительное масло, значит, используют какое-то очень дешевое масло, некачественное. Поэтому это не очень круто. Делайте их, если уж они такие классные и дорогие, на подсолнечном масле. Ну, или на оливковом, я не знаю. И пишите, что это именно точно оно. Ну что, пробуем. Два пакетика в одном. С этим пакетиком можно будет ходить за покупками, например. Почему бы нет? Бутылку. Хранить экологию, завернуть бутылку кваса или что вы там пьете. Классная идея, мне понравилась. Ну что же, а тут чипсы. Чипсы, конечно, пол пакета, как обычно. Маркетинг работает. Если бы я увидела вот такую пачку, я бы вряд ли ее купила. Потому что, что так мало чипсов, я хочу больше. Они должны быть больше. Ну ладно. И здесь тоже что-то написано. Написано снеки, крафтовые снеки. Очень крутые снеки. Снеки, снеки, везде написано снеки. И то, что это сделано в России. Сзади полностью прозрачный пакет. Понюхайте. Чем пахнет? На мой вкус пахнет лейс с солью. Только масло при этом у лейс более такое... У лейс масло более семечковое. Здесь чувствуется картофель по запаху. Много соли и какое-то масло. Сложно сказать, какое. Ну что, хрустанем? Чипсы сильно хрустящие. Маленького размера. В рот помещаются целиком. Они довольно сильно соленые. Но соль на зубах и на языке не хрустит. Бывают чипсы, которые хрустят. Здесь этого нет особо. Картофель не сильно пережарен. Только краешки подрумянины, видите? Можно увидеть вот такие маленькие пережарки по краям. Но не слишком сильные. В целом картофель не сильно пережарен. Он такой более-менее однородно светленький. Консистенция у них очень похожа на лейс. Обычные с солью, если взять. Прям один в один. Но у них есть какой-то вот этих чипсов. Немного горьковатый привкус. Который бывает, если вы идете в Макдональдс. Бывают такие Макдональдс. Не обязательно Макдональдс, а какой-то фастфуд. И, например, картофель очень долго жарит на одинаковом масле. И у него появляется такой привкус, не знаю, пережаренного масла. Вот у этих чипсов есть немножко такой легкий, горьковатый привкус. Возможно, этот привкус из-за шкурки, я подумала. Иногда бывает, когда картофель жарится шкуркой. Привкус из-за шкурки. Но здесь шкурки нет. Как бы не видно. Картофель видно, что чищенный. В целом, чипсы неплохие. Я не знаю, почему они такие дорогие. Наверное, из-за упаковки. Как бы это реально прикольная идея. Я из-за упаковки их и купила только. Мне очень понравилось, что они в таком пакетике. И да, упаковка у них крутая. Но сами по себе чипсы нормальные. Вкуснее, чем наша московская картошка. Или нет? Они чуть-чуть толще порежены. Московский картофель порезан очень тонко. И он такой почти что прозрачный. Эти чипсы чуть-чуть более толсто порезаны. Они не просвечивают насквозь. Видите, они такие... Ну, у них толщина типа полтора миллиметра. Может быть, даже два. То есть, они чуть-чуть более толстые, чем московский картофель. Вот. По вкусу московский картофель более такой рассыпчатый. А эти более плотные. Но по вкусовым качествам, даже сложно сказать, похож. Похож, кстати, на московский картофель, но он намного дешевле. Наш московский дешевле. Да, московский дешевле. А сколько баллов ты поставишь? И 10 баллов по вкусу я бы им поставила 7,5, потому что это хорошие вкусные чипсы. Нормальные такие. Можно еще, ну, как бы, добавить им за дизайн. Но, конечно, не знаю. Вряд ли я куплю еще, они все-таки не слишком дорогие. И именно какого-то дополнительного вкусового бонуса я не ощущаю. Ну, окей, а если в целом, в целом, баллы? Ну, 8 баллов. Нормальная картошка. Классненькая. Вкусная. Судя по тому, что ты говоришь, то есть у них неадекватный ценник, а при этом это наша обычная московская картошка. Ну, как сказать, у них... Они придумали прикольную идею. В принципе, за идею можно поставить им баллы, потому что это оригинально. Реально, такого я не видела за упаковку. Ну, это за упаковку. Мы же с тобой обзор еды делаем. Ну, что, тогда меньше баллов поставим, получается? Ну, я не знаю, ты ставишь. Мне так сложно. Так сложно решить. Мне так нравятся чипсы, потому что они вкусные. Но в то же время, да, ты прав, что они дороговаты. Это не... Да непонятно, за что ты платишь деньги. Да, то есть я вот не куплю их второй раз, получается. Значит, это плохо. То есть, значит, они неправильную ценовую, как что ли, политику выбрали. Да, видите, как сложно оценить. Давайте им поменьше баллов поставим. 7, может быть. Как вы думаете? Напишите мне в комментариях, как мне решить этот ремус. Сколько вы поставите? Да, сколько вы поставите этим чипсам, если вы их пробовали? И все-таки 120 рублей за 150 грамм картофеля. Ну, можно шашлык поесть? Не знаю. Короче, вот такие сложные мысли. Жду ваши комментарии. Какая ваша любимая картошка? Напишите. И если вы пробовали такую, напишите на нее тоже отзыв. Пока!